Русский мир пришел в Донецк в 2014-м, и вы, к сожалению, знаете, что это такое, когда болельщики их убивают, когда стадионы рушатся, когда жизнь впереди кажется, что она уже не будет другой. И сейчас, 2022 год, когда вся Украина почувствовала на себе полномасштабную российскую агрессию. Это война России против Украины, думали многие поначалу. Как отреагировали иностранные игроки Шахтера? Они тоже думали, что это война России против Украины? Или они все-таки чувствовали и чувствуют себя частью Украины? Во-первых, в Донецке в 2014 году никто ничего не ожидал. Мы практически играли все игры на Донбасс-арене, кроме последних. Последний, по-моему, где-то 11 мая со зверей играли где-то возле Киева. Потом вернулись назад в Донецк и улетели все мы последним или предпоследним самолетом. Конечно, много украинцев тогда осталось в Донецке. Иностранцы улетели. Они себя чувствовали очень комфортно. Шахтер, клуб, самый большой в Украине, который принимает больше из всех иностранцев. Они всегда себя чувствовали как дома. Они себя чувствовали прекрасно, помогали друг другу. Разные национальности были. Хорваты, Сербии, Румынии, аргентинцы, бразильцы, поляки, чехи. Короче, в Донецке была одна большая семья. Шахтер была одна большая семья. Где любой человек с любой точки мира, мы его ждали с открытым дверами и открытым сердцем. Но ведь эта война затронула практически каждого в Украине, в том числе и игроков Шахтера. Как они отнеслись к ней? Что они говорили? Какова их позиция? Ну, конечно, все понимают, украинцам даже не хочу говорить, понимают, кто агрессор. Даже иностранцы понимают, кто агрессор. Понимают, что Россия напала в Украину. Конечно, они все переживали и переживали до сих пор. Дальше я вам скажу, наш тренер и некоторые футболисты получили предложения из европейских клубов. Но там владельцы россияне. И они сразу отказались. Это показывает, насколько они уважают Украину, украинский народ и сам Шахтер сегодня. Дарья, ну и вы также уважаете и Украину, и украинцев. Мы это знаем, мы вам искренне за это признательны. Вы принимаете участие в очень многих проектах на территории Украины. Как амбассадор, как представитель фонда Рената Ахметова, вы также присоединились к проекту «Голоса мирных». Почему этот проект важен для вас? И почему он важен для украинцев? Потому что, к сожалению, я уже прошел войну в Курватии в 1991-1995 году. И я запомнил всю жизнь, кто мне помогал. И сколько на сегодняшний день значит помогать людьми. Поверьте мне, единственный выход из нашей ситуации сегодня – это помогать друг другу. Это очень важно, поэтому любой проект, где я могу помочь любому украинцу, любому человеку из Украины, я всегда открыт. И это моя вторая страна. В Украине я живу 19 лет, еще буду жить, надеюсь, работать. Вы моя вторая семья, поэтому я не тот человек, который бросает друзей, который бросает в семье в самый тяжелый момент. И буду здесь до конца, и буду помогать, и говорить, и делать все за помощью Украины, и за победу Украины. Дарья, спасибо вам большое. Спасибо за ваш украинский дух внутри. Спасибо за то, что вы рядом с нами. Спасибо, что вы в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok